Центральная площадь Уссурийска в будний день была переполнена. После рабочей смены здесь собрались люди, которые решили поддержать жителей Украины. Пришли студенты, пенсионеры, работники администрации и депутаты, военнослужащие. И смотря на разный возраст, социальный статус и политические взгляды, их объединило одно – неравнодушное отношение к ситуации, которая сложилась в Украине. Мы сегодня говорим, мы не дадим в обиду свой братский народ, тот народ, который хлебнул лихо. Лозунги «фашизм не пройдет», «Украина и Россия – братья навеки», «Мы за мир» стали уже традиционными и скандируют сотни тысяч жителей всей России. Для уссурийцев это не пустые слова. Достаточно вспомнить историю заселения сел округа, когда в Приморье из Украины переехали жить семьи переселенцев. На площадь пришли и те, кто в годы Советского Союза обосновался в Уссурийске. Мы с женой из Крыма. Наша молодость прошла в Симферополе. Ровно 30 лет назад я закончил Симферопольское высшее европолитическое училище. И нам не безразлична та ситуация, которая сложилась и в Крыму, и на Украине. Просто с глубоким таким чувством горечи смотрим на то, как по Украине ползет национализм и фашизм. Когда мы вместе, мы едины, мы непобедимы. Поэтому я считаю, что вот эта акция, которая проводится на всей территории России, говорит о том, что все-таки мы славяне и мы за тех, кто в беде. Наши братские отношения должны быть. Какие братские отношения? Я сам украинец, понимаете? Но дело в том, что я откровенно говорю, я сегодня без национальности. Не написано ни русский, ни украинец. Вот это плохо. Дай Бог, чтобы у них там все было хорошо. Василий Масюк родился в Украине. У него там живут родственники. Недавно он навестил их и смог лично оценить обстановку и сложить личное мнение о происходящем. Я видел то горе, тот страх и тот ужас родных, близких, соратников, своих боевых друзей по Афганистану, по горячим точкам. И что они говорят? Вот там далеко не полная хроника всего-то страшного леколетия, которое коричневым одеялом накрыло Украину. Итогом митинга стала резолюция, принятая собравшимся единогласно. В ней говорится о том, что жители Уссурийска поддерживают население Крыма в стремлении войти вновь в состав России, поддерживают политику президента в отношении событий на Майдане. Анна Маринец, Анна Клыга, Николай Фарафонов, Сергей Удовиченко, Александр Синельников, Телемикс.